рада приветствовать всех любителей рукоделия я лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня у меня по плану очередной рукодельный микс очень долго я его собиралась снимать каждый день откладываю откладываю потому что хотелось что-то доделать чтобы уже показать готовая ну поняла что таким образом я его никогда не сниму и поэтому решила вот сделать себе стоп и все что готова на этот момент то и покажу финиш и не так много пока но зато много процессов и в этот раз совершенно не по традиции начну с петчворка очень долго для себя думала в каком порядке начать вам показывать чтобы потому что как-то у меня все одно за другое цепляются вышивка за шитье к вышивке покупки делались определенные то есть вот порядок шитье вышивка или покупки в каком порядке то показывать буду наверное показывать перемешку но начну в этот раз с готовой своей работы в стиле петчворк вот такой вот салфеточки попробую вам показать ее в полный рост да вот так вот почти видно ее целиком эту салфеточку а вообще она называется мини квилт орлики но я этот квилт шила в рамках совместного проекта с олей байгуловой на instagram у меня в профиле есть ссылка на афишу этого проекта и на саму олю проект проходил проходит можно сказать еще проходит потому что еще он не закончился многие еще шьют ну вот я сама себе сама себе удивляюсь но успела можно сказать в первых рядах его сшить идет сам проект закрытом аккаунте но бесплатный то есть все желающие могли записаться на этот проект оля всех проект дела насколько я помню она говорила что что-то около тысячи человек наверное участвует если я правильно помню вот насколько сошьют неизвестно но уже много если пройти по ссылочке по хештегу этого проекта то уже готовых работ тоже немало или красивые фото процессов тоже есть то есть когда уже люди собрали топ многие показывают кто-то там собирает сэндвич тоже показывает ну а многие показывают уже готовый результат я тоже в процессе не показывал в stories маленький кусочек перед тем как пришить бейку руками то есть я все шила за один день можно сказать только вот бейку руками не получилось пришить сразу как-то не было времени и я на следующий день только и пришивала но реально такой квилт было шить за один день даже за полдня он небольшой размером я честно говоря не измеряла но думаю что где-то наверное 35 на 50 сантиметров может быть на на 45 вот такой квилт шили мы в дюймах как это многие делают те кто шьет петч ворк чаще всего в дюймах шьют поэтому оля тоже давала все размеры в дюймах очень мне понравилось шить немножко проблематично не проблематично а немножечко долго я подбирала ткани меня была совсем другая идея изначально хотела я использовать ткани от танта эмма чтобы не говорить впустую покажу хотела изначально использовать вот эту вот ткань с баночками есть у меня вот такой компаньон к ней с розами то есть они из одной коллекции подбирала еще вот такие лоску точки для комбинирования да вот такой еще у меня есть но когда уже но это изначально у меня была такая идея как я говорю хотела такой вот летняя осенний такой квилтик да то есть вот заготовочками но поняла когда уже все размеры у ледала и я собиралась раскраивать я поняла что во-первых вот эта ткань она можно сказать бордюрная на квадрата она не идет как-то некрасиво будет смотреться в квадратах с форма такая специфическая до самого рисунка сами баночки тоже довольно крупноватые то есть вот в квадратике очень много будет разрезанных баночек ну и решила что ну не для этого значит проекта по размеру квадратов конечно это на этот квилт просится немножко более крупные детали до чтобы в квилте были ну и решила не морочить себе голову отложить до каких-нибудь будущих времен эти ткани что-нибудь из них придумаю со временем вот и логично было как какой квилт ну скоро уже у нас зима осень быстро пролетит но и решила тогда уже шить такой вот зимний квилтик с рождественскими тканями я не знаю видно вам или нет очень много золота на этих тканях на вот на однотонных дано темно-синее золотом красное золотыми звездочками но и вот это вот у меня которая фоновая тут вообще очень такие крупные золотые горошки вот ткани вот эта ткань которая у меня на заднике и я ее на маленькие квадратики вот здесь тоже вот использовала и вот эта ткань бежевая они из одной коллекции и мне кажется вот эта синяя тоже была из этой коллекции но или по крайней мере я их покупала вместе рассчитывая их вместе использовать но и логично что и красный здесь тоже неплохо подошел решила добавить еще вот такого вот вишневого цвета немножко разбавить эту палитру такую красно-сине-белую мне кажется неплохо получилось здесь у меня термо лам в сэндвич был вложены поэтому такая вот тоненькая салфеточка очень хорошая очень хорошо держит форму при этом очень мягкая не знаю как я ее буду использовать возможно где-то как фотофон возможно как подкладку не знаю как сказать подложку для своих процессов да на нее положить там ножнички ниточки чтобы это все вечером не стучало не звенило когда уже многие спят семья так что вот буду ее использовать ну возможно и как ланч мат буду использовать или как подставку под вазочку какую-то в общем буду посмотреть как говорится пришивала в общем шила полностью все по инструкциям стежку делала точно такую какую предлагала оля то есть решила в этот раз не выпендриваться ничего не придумывать а от и до следовать инструкциям и на этот раз вроде бы у меня получилось даже бейку одинарную пришивала как оля мастер-классе давала хотя вы знаете что я не фанат одинарной бейки но решила раз уж собралась от начала до конца следовать инструкциям значит буду до конца следовать инструкциям как получилось мне очень нравится ниточки у меня здесь для стежки глида но я взяла не не золотые которыми я обычно стегала такие ярко золотые а немножко приглушенные покажу сейчас очень часто я вам показывала что стегала вот такими ниточками прям очень такими золотыми видите как катушка у меня уже уменьшилась по сравнению с новой но вот в последнем своей закупки именно этих ниточек я приобрела еще вот так вот такие нитки цвет называется шелли видите вот такой номер и название цвета написано если этот у меня назывался милитари голд то этот называется шелли есть у меня еще вот такой вот серо-бежевый который называется в армгрейда теплосерый но вот он здесь тоже не подошел потому что золото такое довольно активное поэтому решила использовать вот этот цвет и на их также в шпульку его вставляла мне очень нравится какой именно с бежевыми вот этими мотивами на ткани да он очень хорошо сочетается и при этом дает такой вот золотистый красивый цвет так что вот такие ниточки первый раз я попробовала и мне очень понравился именно этот цвет а вообще я этими ниточками очень часто стягают там где мне не нужно не нужна матовая стежка я всегда использую использую нитки глида это наверное все что я хотела вам рассказать об этом квилте призываю всех и приглашаю обязательно участвовать в совместных проектах особенно если они бесплатные и если хорошие мастера их дают и делятся с нами совершенно безвозмездно своими знаниями я считаю надо в таких проектах участвовать я сама печерка училась только совместных проектах на каких курсах я на какие курсы не очные не заочные я не ходила и вот очень очень много мне дали вот такие вот подобные курсы какие в этот раз давала оля в своем совместном проекте сейчас очень удобно в инстаграм можно девочки делают прямые эфиры где можно задать вопрос очень удобно можно колоссальное количество знаний получить в таких проектах следующему и швейный проект который пока у меня в процессе это шитье органайзера для вышивальщицы такого органайзера папки для вышивальщицы в рамках тоже совместного проекта с со светой легенькой я уже вам в прошлых рукодельных миксах рассказывала в двух мне кажется говорила что собираюсь участвовать в этом проекте и вот данный момент он идет еще полностью всех инструкций нету два этапа только света опубликовала и вот один из этапов я уже практически закончила то есть я сшила видите такое все огромное что не помещается даже не могу вот вот так вот может быть так тоже не будет держаться на буду частями показывать вот такой вот одну страницу с карманом с сетчатым карманом и с карманом для журнала на замке мы уже практически сделали осталось мне только вот здесь вот пришить тоже видите одинарную бейку буду пришивать осталось не только вот здесь руками подшить остальное в принципе по первому этапу я уже сделал вот так вот будет выглядеть правая часть этого органайзера подбирала ткани наверное стоит вам рассказать про подбор ткани вообще изначально писала света что надо две ткани 22 ткани компаньона я покупала когда-то вот эти две ткани я их покупала одновременно но наверное их нельзя рассматривать как компаньоны просто по тематике подходящие где-то по цветам совпадающие но они даже абсолютно из разных от разных фирмы из разных коллекций да ну вот подумала хотелось мне обе ткани как-то задействовать и решила что во внутренней части органайзера у меня будет эта ткань и подобрала к ней вот такой вот компаньон менее активной но по цвету очень подходящий вот эту вот розово розовую ткань в горошек в белой и мне кажется вот хорошо они вместе смотрятся а на наружную часть органайзера посмотрю возможно возьму вот эту ткань когда они не рядом как бы одна внутри одна снаружи я думаю по тематике подходит и будет неплохо смотреться но и как для бейки света шьет делает бейку из ткани компаньона тоже но я решила здесь взять такую вот однотонную она очень хорошо подходит под вот эту ткань желтенькая такая тканюшка плюс желтую молнию я подобрала и мне кажется довольно хорошо все смотрится очень много материалов мы используем здесь вот я использовала не было у меня такого толстого флизелина сегодня я уже его купила их вам покажу немножко позже в покупках во францию специально ездила и купила там ну вот пока не было у меня такого толстого флизелина использовала просто такую вот бортовку ткань бортовку и между тканью и И бортовкой проклеивала, делала клеевую паутинку, да, и таким образом приклеивала. Но все равно немножечко грубовато получается, поэтому решила вторую страничку, где у нас будут кармашки, несколько кармашков. Не хочу, чтобы они были такие толстые и тяжелые, я бы для этого купила специально другой флизелин. Вот, и теперь уже могу, когда вам вот это показала. Процесс, конечно, тут рассказывать много пока не буду, проект тоже бесплатный. Я не знаю, можно ли еще записаться к Свете, возможно, если постучаться к ней в директ и попроситься, она и допустит в группу. Но вот пошив такого органайзера, конечно, кто интересовался, знают, что невозможно, в принципе, найти дешевый мастер-класс. А тут абсолютно бесплатно Света делится своими всеми наработками, размерами. Она меня, кстати, спросила, ну, вроде как шуткой, так, Лариса, что ты делаешь в этом проекте? Ну, как бы, даже удивилась, что я к ней записалась. Я сказала, почему нет? Мы все друг у друга учимся. Ну, она считает, что я могу сама себе какой-либо органайзер шить. Но на самом деле у меня не такой большой опыт именно в пошиве органайзеров. Как раз я на этом никогда сильно не профилировалась. И плюс, ну, это же просто красота, когда у тебя готовые размеры, кто-то за тебя уже все посчитал, все продумал, до миллиметра, до сантиметра тебе все написал, какую деталь, какую раскроить, где как застрочить и с каким припуском куда загладить. Почему бы не поучаствовать в таком проекте? Мне кажется, это просто подарок судьбы. Вот, поэтому я говорю, что я с удовольствием участвую в таких вот подобных проектах. И просто вот грех пропустить, девочки, честное слово. Вот, ну, а теперь постепенно перехожу к вышивке. Это все, что касается моего шитья. А вышивка у меня будет как раз связана с вот этой тканью. Как? Покажу через секунду. Я думаю, многие уже догадались, о какой вышивке я заикнулась. Это у меня финиш прошлых двух недель. В прошлом рукодельном миксе я вам уже показывала практически законченную вышивку, но вот немного еще оставалось мне довышивать. Таким образом она выглядит уже в готовом виде. Как вы видите, я долго думала, что вышить вот в этой вот рамочке. Там было несколько вариантов. И время вышивать и на русском, и на английском. И дружба не знает преград. Но это на другой схеме, где там три девушки-вышивальщицы символизируют рукодельную дружбу. Но думала-думала и вспомнила, что кто-то из девочек мне в комментариях писал, что да напишите, да да, название своего фонарика. Я подумала, почему нет, действительно хорошая идея. Вот, и вышила сюда название своего канала и своего блога. Раньше у меня был блог с таким названием. И поэтому, но это не будет очередная салфетка. Салфетка у меня уже как заставка для моего блога есть, видеоблога есть. Я подумала, что раз я шью вот этот, собиралась шить органайзер со светой, я подумала, что если он у меня по размеру, мы еще, я еще до сих пор не знаю, какого размера будет клапан на этой папке. Я для себя решила, если у меня, я специально немножечко сузила вышивку, то есть вот здесь было немножечко больше раскидано тут всяких вот таких вот мелочей, да, я их немножечко компактно сюда зажала. И надеюсь, что у меня эта вышивка поместится на клапан. И вот как мне кажется, просто отлично эта вышивка сочетается именно с вот этой тканью. Поэтому я подумала, что... Ну, в принципе, она из другой тканью тоже неплохо сочетается. Смотрите, да, цвета, в принципе, здесь все подходящие. Но вот, мне кажется, по своей немножко такой приглушенности, да, вот эта ткань больше подходит. И именно вот цвет льна основа больше подходит под вот эту вот не совсем белую такую вот фон этой ткани. Ну, в общем, посмотрю. Думаю, что, наверное, наружную часть все-таки сделаю из этой ткани и скомбинирую ее с вышивкой. Посмотрим, что у меня получится. Если все будет как запланировано. Часто бывает, что коррективы вносятся по ходу процесса. Вот. Что я могу сказать по вышивке? Вышивка, уже несколько раз говорила, еще раз повторю. В рамках совместного отшива с милой Вестмиду. У нее есть свой канал. Ссылочку, конечно же, я вам оставлю. Давайте покажу немножечко ближе. Здесь вот такие вот у меня шовчики, сердечки. Здесь тоже вот у меня такое шовчиковое сердечко. Очень нравятся мне вот эти все катушечки здесь. Здесь вот и инициалы свои поставила. Вот в этих цветах, видите, тоже есть такие шовчиковые какие-то элементы. Нитки у меня не по ключу. Вот этот желто-коричневый и бирюзовый у меня вообще меланжевые нитки. Так что креативила по полной. Ну и старалась немножечко вот с этой тканью как-то, чтобы это все более-менее сочеталось. Будет прикладное оформление. Посмотрим, что получится. Дальше я буду вам показывать свои вышивальные продвижения по процессам. Думаю, кто меня постоянно смотрит, знает, узнает эту девочку. От Мариэссенции Хумель, да, по мотивам ее акварелей. Вот такой вот сюжет. И вот так вот у меня получается в процессе. Бэк пока у меня только в верхней части. Вот здесь вот в районе косыночки, волосики, голову и вот этот платочек я уже отбекала. Все остальное мне предстоит еще бэком заполнить. Не очень мне нравится вообще проработка. Прошлый раз, когда я вышивала малышей от Хумель, я вышивала по буклету. И буклет был от другой фирмы. Не от Мидл Трезерс, а просто от швейцарской какой-то... От швейцарской фирмы Хумель, которая находится в городе Цук в Швейцарии. И вот там мне проработка, честно говоря, понравилась больше. По цвету мне не нравится. И сам вот лицо какое-то желтушное у нее. Но ничего не меняла. Все вышиваю по ключу. Посмотрим, что у меня получится. Ну вообще, в принципе, получается, да, тем более на вот этой основе. Получается такая довольно винтажная картинка. Я думаю, может быть, в этом и будет прелесть этого сюжета. Но, по крайней мере, пока мне нравится. Посмотрим, какой будет окончательный результат. Не могу сказать, что мне нравится больше, чем те мои малыши на желтой основе. Но это тоже так необычно получается. Уже вышила я овечку. Тоже еще предстоит ее обвести к квадратичным бэкам. Но уже понятно, что это барашек. Очень много... Что именно мне не нравится в проработке, раз я уже про это заикнулась, да, наверное, кому-то может будет интересно. Мне не нравится гигантское количество блендов. Мне кажется, они здесь абсолютно неоправданы. Это вот то же самое, что можно сказать про многие авторские схемы. Есть цвета, во-первых, очень близкие. По цвету, мне кажется, вот в тех сюжетах, которые я вышивала по буклету, там практически не было блендов. И без этого все равно картинка смотрелась замечательно. А здесь, мне кажется, это просто неоправдано. Во многих... Во многих случаях неоправдано. Вот, я так считаю. Потому что практически вся косынка, весь вот этот фартук, весь вот этот платочек, да, плюс лицо, да, все практически, платье, все вышивается блендами. То есть чистыми цветами практически ничего не вышивается. Есть такие цвета и бленды, где очень-очень близкие два цвета, из них делается бленд, и в чистом виде ни один, ни другой не участвует в отшиве. Я считаю, это как-то не совсем правильно вышивать только блендами. Не знаю. Ну, посмотрим, какой будет окончательный результат пока вот так. Так, двигаюсь, надеюсь, что все-таки осенью я успею этот сюжет закончить, потому что я его именно планировала как осенний. Следующим сюжетом, который я немного вышивала за прошедшие пару недель, это был вот этот вот сапожок из Gold Collection von Dimensions. Я не стала его вытаскивать из пялец, думаю, вы меня простите. В общем, процесс движется, но очень-очень медленно. Не знаю, с чем это связано. Ну, связано, наверное, со сложностью. Я никогда, у меня нет еще опыта такого большого вышива Dimensions, и вот эти все полукрестики в несколько сложений, блендов целая куча. Очень много цветов, очень много, очень большая смена нитки идет. Ну, и плюс я же не по саге вышиваю, а по бумажной схеме. Правда, я сделала себе, вот кусочек вам покажу, сделала себе, укрупнила ее, потому что оригинальная схема, ну, уж очень-очень мелкая. Я вообще там практически ничего не разбираюсь, черкать по ней тоже не очень хотелось. В общем, сделала себе вот такую простынь, распечатала, увеличила в 150%, то есть полтора раза увеличила схему, сделала ее черно-белой и вот таким образом зачеркиваю. Ну, бывает, что подглядываю в оригинальную схему, чтобы видеть, где какие. Есть очень похожие символы, например, красным цветом, голубым цветом или черным цветом похожие символы. Вот поэтому я все-таки иногда в оригинальную схему подглядываю. Организация у меня простая, вот на оригинальных палетках все и висит. Вот здесь вот вверху остатки ниточек паркую, прям вот в дырочку. Пока вышиваю одной иголкой, посмотрю, может быть, все-таки надо переорганизовать, чтобы дело шло быстрее. Пока, пока не хочу, пока не хочу этим заниматься, буду вышивать вот как есть. В принципе, вот этот шар, он самый большой на сюжете и, я думаю, что и самый сложный. Недавно пересматривала старые видео, кто же из девочек, кто-то из девочек вышивал года два назад этот сапожок. И очень, даже не вспомню сейчас, кто из девчонок, очень жаловались на кошмарный бэк. Здесь именно вот эти белые снежинки, все вышиты бэком и поверх шаров и на фоне. И девочки говорили, что это очень тяжелый процесс. Ну, посмотрим. Буду, буду, буду смотреть, буду. Ну, в любом случае, я, конечно же, в этом году его не закончу. Это понятно с моими темпами. Мне эта работа еще года на три, наверное. Но все-таки я рада, что хотя бы немножечко мне удается его продвигать. Ну, и, в принципе, красиво получается все-таки. Несмотря на то, что все-таки это Аида. Хотя Аида оригинальная, какая была в наборе, светло-голубая. Очень красивые цвета, они так мне очень нравятся. Этот шар, конечно, он самый красивый из всех, да? Он и замечательный. Хотя вот с оленями, с домиками шары тоже красивые. Ну, в общем, буду двигать. Я думаю, вы помните, что экстра для, специально для этого процесса я шила себе вот такую вот органайзер-папочку в том году. Именно из рождественских тканей. Понимая, что этот процесс у меня затянется, возможно, не на один год, шила для него вот такую папку и очень-очень этому рада. Очень хорошо это все у меня здесь организовано. Следующий мой процесс, это моя боль, моя горечь. Пожалуй, сейчас вам, девчонки, пожалеете меня. В общем, вышивала я это сердечко от Евы Розенштанд. Прошлый раз, в прошлом или позапрошлом миксинге сейчас уже не помню, но я вам показывала, что меня очень разочаровал подбор ниток, который здесь был вложен в набор. То есть то, что у меня получалось при вышивке этими нитками, это было очень-очень и очень далеко от того, что изображено на превью. Я поняла, почему это так. Я разобралась, я взяла саму схему, которая была вложена, то есть оригинальная схема от Евы Розенштанд. И поняла, что там у нее в ключе нитки какого-то, наверное, ее личного покраса, потому что они назывались просто ЕР, то есть вот аббревиатура от ее имени. И все номера у них были пятизначные, все начинались на 8. Вот. Я так поняла, что это какие-то специфические нитки. Вот сейчас нет у меня, к сожалению. Я взяла с собой, сделать копию со схемой и забыла ее обратно вложить, но теперь не буду ее бежать искать. Вот. Но поверьте мне на слово, да. И плюс в набор еще был вложен вкладыш, на котором был весь ключ в нитках DMC. То есть я так понимаю, что именно для этого набора, возможно, когда-то это вышивалось ее какими-то особенными нитками. Этот набор вышивался превью именно от того вышитого набора. Но потом, видать, был перевыпуск этого набора. И тут уже решили, возможно, тех ниточек уже нет, возможно, она их уже не красит и не заказывает, не знаю. В общем, кто знает эту историю, девочки, поделитесь, расскажите, мне будет интересно. Ну вот сейчас эти наборы от Евы Розенштанд комплектуются нитками DMC. Вообще, вот то, что у меня получалось, вот я жалею, что не сделала фотографию, но, в принципе, если вам интересно, посмотрите или прошлый, или позапрошлый микс у меня. Я там показывала вот, ну, часть, которую я уже успела вышить к тому моменту. И жаловалась, что мне абсолютно не нравится то, что получается. В общем, все я распорола. Начиная от основы, да. Основа здесь, видите, какого цвета. Да, она такая красивая. Даже вот лен такой бежевый какой-то, не совсем ровный покрас у него. И само сердечко, такие винтажные цвета. Да, и вот этим именно меня эта картинка и зацепила, да, что винтажные, с винтажным квадратичным бэком. Такие припыленные ниточки на такой вот основе ржеватенькой. Все это мне понравилось. В общем, то, что у меня получалось в процессе вышивки, было вот полной противоположностью. Был белый лен, но он был не совсем белый, допустим, цвета молока, да. Но в любом случае практически белый. Нитки. Основной вот этот красный цвет, он вот 666 идет. То есть, понимаете, да, ни в какое сравнение не идет с этим цветом. Все, что вот здесь коричнево-золочистыми цветами ниточками вышито на превью, да, мы видим красивая вот эта лошадка, вот этот медвежонок. Это все было вот реально тыквенно-рыжее. Потому что цвета, вот я вам сейчас покажу, какими цветами это вышивается, да, вот эти вот желтые, ну вот, вот эти желтые, они прервалось. Прервалось видео, продолжим. Не только вот здесь, но и сама лошадка была вышита каким-то вот таким вот, вот таким вот рыжим цветом. Вот этим вот, я не знаю, какой-то, какой это цвет. Ну, в общем, совсем горчичный какой-то. Ну, совсем не то, что на картинке. На картинке красивый такой коричневый, красивые такие коричневые оттенки. И медвежонок получался похожий тоже на обезьянку. В общем, все, что я вышила, мне абсолютно ничего не понравилось. Плюс вот эта золотистая нитка, которой вышиваются здесь снежинки вот эти все на сердце, да. Вот эта труба здесь, весь вот этот бант. Вот этой нитки, несмотря на, помимо того, что этой нитки очень мало здесь вообще в наборе, вообще нереально мало тут, не хватит даже вышить и половины вот этой вот полоски на банте, да. Потому что каунт довольно крупный, 27 каунт льна. Плюс он такого ужасного желтого цвета. Я терпеть не могу такой цвет, честно говоря. Вот, ну, не знаю, некрасивый желтый цвет какой-то прям вот. Не золотой даже, а прям реально желтый какой-то. Не нравится мне. Вот он здесь, он прям такой красивый, старого золота цвет. В общем, решила я плюнуть на свои, не знаю сколько, 7-8 часов я, наверное, уже вышивала этот набор. Потом решила, что, ну, зачем себя мучить, потому что уже и желания продолжать не было, честно говоря. И подумала, ну, что я себя мучаю, ну, возьму-ка я и поменяю нитки. Возможно, не все, буду смотреть. Возможно, вот зеленые можно и оставить. Зеленые, в принципе, вот эти два цвета зеленых, они, в принципе, похожи на то, что есть на картинке. Да, и вот этот вот зеленый, в принципе, он тоже такой приглушенный. Я думаю, что зеленые я оставлю. Желто-коричневые, ну, коричневые точно все поменяю, сделаю их более темными и приглушенными. Черные оставлю, белые оставлю. Ну, вот эти цвета, которых совсем мало, тут, которыми там губки вышиваются, там где-то крошечные какие-то детальки, это, возможно, тоже оставлю. Это не так принципиально. Сиреневые мне не нравятся здесь, слишком яркие, светлые цвета. А вот здесь сиреневые на коробке довольно, ну, более приглушенные такие оттенки. Я не помню, откуда свет падает у меня. А, возможно. Сейчас попробую убрать вспышку. Вот, вот так лучше. Убрала вспышку, а то мне как-то засвечивало все. Видите, какой красивый сиреневый коробок там? И такие цвета прям очень приятные. Платьишко у куклы такое темно-синее, а здесь прям вот ярко-синие какие-то оттенки. В общем, совсем не то, что мне бы хотелось. Буду менять на свой вкус. Красный буду менять на вот такой вот красный цвет. У меня есть большая катушка от бутинеты 50-метровая. Ну, часть я уже тут с нее вышивала, но я думаю, что все равно здесь достаточно ниток. Метров 40 точно еще здесь есть. Они точно соответствуют цвету DMC 321. Я вот их сравнила абсолютно один в один цвет, поэтому я думаю, что этим цветом будет хорошо. Возможно, он не совсем такой темный, как здесь на картинке, но мне кажется, он будет очень хорошо смотреться. И плюс я то, что буду нитки менять, само собой купила вот такие нитки диамант. Вот сейчас они немножко желтее вам передаются. На самом деле они менее желтые. Вот, ими буду вышивать весь вот этот бан. Здесь 35 метров, я думаю, мне должно хватить. Вот, буду менять на эти ниточки. И, как вы видите, я покрасила основу. Была совершенно белая основа, вот такая же, как палетки, вот для сравнения вам, да. Я покрасила ее чаем. Мне кажется, очень даже похоже на то, что мы видим на картинке. И чаем у меня получилось очень равномерно, поэтому я после уже, после того, как покрасила чаем, еще посыпала цинт, корицу. Поверх чая еще немножечко насыпала корицы, подержала, в микроволновку засунула эту тканюшку вместе с цинтом. Какое-то время, несколько минут в микроволновке на высоких ватах ее подержала и потом уже выстирала. Поэтому, я не знаю, как вам видно или нет, но вот основа, она такая не совсем однотонная. То есть у нее есть какой-то такой немножечко мраморный эффект. То есть я рада, у меня получилось. Именно то, что я задумала, я хотела именно такого результата получить. И мне кажется, немножечко Лен как бы припосел, да, присел, не такие большие дырки. Теперь не такой он прямо, ну, рыхлый, конечно, но не такой рыхлый, как был до этого. Ну, или, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, я себя таким образом успокаиваю. Вот, это то, что касается этого рестарта, то есть это будет, можно сказать, новый старт, уже с новыми ниточками. И то, что у меня будет получаться, конечно же, я вам буду показывать в своих рукодельных миксах. Кстати, многих, может быть, заинтересует вопрос, каким образом мне получилось распороть все, что я навышивала. Довольно большой участок у меня уже был вышит. В помощь мне пришел вот такой вот распарыватель Мадейра. Очень я его люблю, да, и именно за счет, ну, он сам не маленький и довольно острый. Конечно, приходилось смотреть, чтобы не зацепить ниточку основы, когда распарывала. Ну, я прям поверху вот так вот крестики, под крестики подводила и порола прям рядами, а уже убирала ниточки с помощью вот этой силиконового такого набалдашничка, да, то есть потом просто вот так с одной стороны терла, и ниточки собирались, и потом с другой стороны. То есть, конечно, благодаря вот этому устройству я распорола довольно быстро всю эту вышку. Наверное, в течение получаса мне удалось распороть и удалить. И потом уже я пошла красить ткань, потому что было жалко. Можно было, конечно, этот кусок льна выбросить, но как-то меня жаба задавила. Думаю, ну что ж, совсем набор бестолково получилось купила. Довольно не за маленькие, кстати, деньги. Я его покупала за 195 датских крон. И думаю, если я еще и основу выброшу и не буду менять, и нитки менять, и золотые нитки менять, то получается, такие деньги я отдала только за схему. Как-то стало за себя обидно. Ну вот, рада, что спасла этот кусочек льна. Буду вышивать на нем. А теперь вам покажу ниточки, которые я купила сегодня во Франции. Ну, обыкновенные нитки DMC. В принципе, ничего в них примечательного нет. Просто хочу вам рассказать об очередной, не могу сказать, авантюре, но в историю, в которую я вляпалась. То есть я записалась опять на первоотшив к Ане Петуновой. Увидела я ее жабу. Сейчас вставлю вам картинку, чтобы вы понимали, какой сюжет я буду вышивать. Хочется вышивать, раз это первоотшив схемы, конечно же, хотя Аня говорит, можно поменять на какую-то другую палитру, но у меня никакой палитры целиком нету, поэтому я решила все-таки вышивать в DMC, а ниток по ключу. У меня как назло. У меня большое количество, больше, чем полпалитры, но именно для этого сюжета у меня нашлось только вот, смотрите, из 17 ниток у меня оказалось только 6. Нет, еще 7, вот это у меня тоже уже было. Вот, 7 ниточек у меня было, а остальные мне пришлось, сколько здесь, 9, вот, 9 мне пришлось докупить. Ну, еще белый, да, белого-то у меня, в принципе, хватает. Я его просто вот взяла, Мадейра у меня есть, это неважно. Вот такая вот палитра у этой жабки с зонтиком, да, жаба зеленая, зонтик желтый, понятно, в принципе, по цветам примерно, что у нас получится. Сегодня уже мне надо поделиться своим, своей подготовкой, тогда я уже получу от Ани схему, первую часть схемы этой жабы. Не знаю, зачем она мне, вот увидела, очень редко я, когда вижу авторские какие-то схемы, и чтобы меня они прямо вот цепляли. Год назад я вышивала, чуть больше года назад, в августе прошлого года, тоже увидела у Светланы, Горелкина, да, у Светы Горелкиной, что она вышивает венок с маками в первоотшиве от Ани Питунова, и мне тоже захотелось, и я его вышила. Тоже был там несколько этапов, очередной этап присылали только после того, как вышли предыдущий, но я, в принципе, все в срок сделала, справилась, а тут, в принципе, сюжетик совершенно небольшой, мне кажется, что это 80 на 90 крестиков, в общей сложности три с лишним тысячи крестиков, чуть больше трех тысяч, я подумала, что вот хочу, и именно хочу ее для какого-нибудь прикладного оформления, заранее буду, пока буду вышивать, буду придумывать, куда я ее оформлю. Очень красивые нитки, честно говоря, в такой цветовой гамме я еще, наверное, ничего не вышивала, зеленый-желтый как-то вот не являются моими, наверное, любимыми цветами, но вот чем-то зацепила меня эта жабка. Буду вышивать, это как бы в качестве анонса вам рассказываю, в качестве рассказываю о своем старте. Забыла вам сказать про основу, какую, думаю, ну вот, предполагаю, что на вот этой вот небесно-голубой Мурана сплэш от Свайгард, мне кажется, будет неплохо смотреться, как вы думаете, что посоветуете, напишите мне, начинать на этой основе или подобрать все-таки более что-то, не знаю, более классическое, однотонное. Мне кажется, неплохо будет смотреться, тем более, там жаба с зонтиком, а вот эти вот кружочки будут, может быть, дождик символизировать, не знаю, думаю, посоветуйте мне. Ну и раз я уже начала про покупки, да, покажу вам, купила вот еще три ниточки меланжевые от DMC 99, 94 и 4145 цвета, мне кажется, у меня таких не было, постепенно подбирается у меня вся палитра ниточек меланжевых от DMC, очень много у меня тоже от Анкор, довольно большая у меня коробочка вообще меланжевых ниток накопилась, ну вот, взяла еще пару штук, каждый раз, если брать по чуть-чуть, тогда это не так заметно. Взяла опять катушечки, была опять во французском магазине тканей, и там вот беру всегда ниточки DMC, если мне срочно нужно и из-за нескольких не хочется выписывать, платить пересылку, то вот мне проще поехать и купить. Взяла еще вот сколько здесь, 50 катушечек, буду перематывать, у меня обычно нитки на картонных, на картонных бобинках. Купила еще две вот такие штучки, не знаю, вот по-английски, видите, как называется, миллиограбус, то есть какие-то хвататели для иголок, наверное, чтобы иголка не скользила, слышала, довольно приличная цена у них, 2 евро, то есть евро штука, наверное, не очень дешево, но в принципе можно себе позволить. Думаю, что если когда вышиваешь на пластиковой конвей, или может быть на деревянных заготовках, наверное, очень полезные штучки, слышала у девочек, что ими очень удобно вытягивать иголки, они не скользят, протягивать, ну или возможно, когда вышиваешь Dimensions в большое сложение нитей, и что тяжело протягивать, возможно, они тоже будут полезны. Стояла, думала, нужны ли они мне, но подумала, пусть лучше будут, чем когда потом они мне будут нужны, и специально ехать за ними в магазин не захочется. Вот, взяла, пусть лежат. Такие ли они, как от прим, не знаю, похожи, возможно, возможно, не очень, но они, видите, называются, что они для квилтинга, то есть, возможно, для, кто руками стягает какие-то квилты, изделия, тоже, возможно, пользуются такими штучками. Буду тестировать, посмотрим, что у меня получится. Ну и, как обещала, покажу вам, вот уже заикнулась, что купила довольно плотный флизелин, не было у меня прям такого толстого, чтобы кармашки укреплять. Вот, купила на радостях аж 3 метра. Этот флизелин шириной 90 сантиметров и он именно не цвайгардовский, а именно от той фирмы, которая, ну, как бы у этого магазина есть свои товары, которые именно для этой марки делаются. Вот, МТ, как же он называется, Мандальтусис, мне кажется, называется магазин. Вот, смотрите, вот, вот, такое название, Мандальтусис, ну, то есть, если это ткани по-французски, ну, не знаю, как правильно произносится, в общем, вот для них экстра есть у них в магазине товары, которые не марочные, а именно для них производящиеся, вот как и эти бобинки, там, иголки, какие-то вещи, да, ткани какие-то именно их марки, вот, и вот такой вот флизелин, и он стоил всего 2 евро метр, по нашим немецким меркам, это довольно приличная, ну, такая нормальная, сносная цена, можно даже сказать, дешевая. Если у нас все флизелины в районе 5-7 евро стоят метр, то здесь 2 евро метр, и я подумала, что возьму и не буду жалеть на все какие-то где-то кармашки, уплотнять сумочки, конвертики, клапаны, иногда хочется именно сделать, чтобы он форму хорошо держал, не был вот таким, покажу, что имела ввиду, чтобы вот он не был вот таким вот хлипеньким, да, чтобы хорошо застегивался и хорошо держал форму, хочется иногда, да, и вот мне кажется, можно будет помимо объемного флизелина наклеивать на изнаночную сторону еще такой, тогда он будет более жестко держать форму. Буду тестировать, буду пробовать, расскажу вам потом о своих впечатлениях. Ну вот и все мои рукодельные новости. Думала, справлюсь быстро, на самом деле быстро не получилось, но думаю, что вы мне простите мою такую сбивчивость сегодня в разговоре, как-то что-то в голове все перемешано. Желаю вам оставаться в седле, как говорится, у меня у самой какой-то немножко сейчас такой раздрайв, именно в моей рукодельной жизни что-то у меня за все как-то хватаюсь, ничего до конца доводить не получается сразу, откладываю, потом опять беру, беру другое, в общем, или слишком процессов у меня много, или я слишком за многое хватаюсь, а причем еще же записалась, помимо жабы с зонтиком вышивальный процесс вписалась, так я же еще в один швейный. Кстати, зайдите ко мне на инстаграм, кому интересно, Юлия Решетникова, помните, с которой я шила подушку с блоком Королевский, с криволинейными блоками, Юля делает сейчас новый проект по пошиву тоже наволочки, можно наволочку, можно другое какое-то изделие сделать, с блоком черепица, ручная сборка, очень интересный блок, кому интересно, кого заинтересует, я вам сейчас вставлю афишу проекта, чтобы вы знали, о чем речь. Вот, так вот, я записалась к Юле на этот проект, извиняюсь, опять же, татив у меня подвел, буду с 10 числа, мне кажется, или даже с 8, чего-то я уже запуталась, или с 8, или с 10 числа этот проект уже начинается, можно сказать, вот уже, можно сказать, уже начался, подбираю ткани, скорее всего, буду шить из тильдовских тканей, и о своем процессе, конечно же, расскажу вам в следующем рукодельном миксе. Призываю всех, кому интересно, кому понравится этот блок, не стесняйтесь, записывайтесь к Юле на проект, проект бесплатный, Юля замечательно все объясняет, я думаю, что у всех все должно получиться. Всем пока, всем хорошего настроения, и рукодельте в удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова